Сегодня у нас в гостях хайскрин Алекс, читалка нового поколения, который сами создатели называют веб-бук. Сразу оговорюсь, это не копия Nook от Barnes & Noble. Да, ридер похож на Nook конструкции и идеологии. О конструкции. Здесь два экрана. Один обычный, 6 дюймов, на электронной бумаге ЕИНК. Второй, 3,5 дюйма, ЖК, цветной, сенсорный. Те, кто крутил в руках читалку несколько минут, говорят о разрыве шаблона и неудобствах. Я работала с хайскрин Алекс несколько дней и очень быстро привыкла. Не намного больше и тяжелее обычных ридеров в дермантиновых переплетах. И эргономика на самом деле продумана. Теперь про идеологию. Идеология та же, что и в Barnes & Noble. С одной оговоркой. Nook – гаджет на дотации. И замкнут он исключительно на книжные кладовые Barnes & Noble. В Android-ридере хайскрин Алекс открытая система с возможностью установки приложений и чтения любого контента. Можно скачивать с компьютера. Можно качать из адаптированных для ридера источников. А можно с любых других источников в сети, которым ты отдаешь предпочтение. Несмотря на наличие сенсорного экрана, на лицевой стороне устройства есть необходимые для управления клавиши. Включение. Включается, кстати, ридер не быстро. Минуту приходится ждать. Длительное нажатие на клавишу включения позволяет включать или выключать устройство, а также блокировать экран. Короткое нажатие усыпит маленький экранчик. Клавиша «Вперед» при кратком нажатии пролистывает страницы. При длительном дает доступ к действиям в ОС-Андроид. Клавиша «Назад» ведет на страницу «Назад». Клавиша «Возврата» возвращает к главному меню ОС-Андроид. Тонкая клавиша на границе двух экранов позволяет их синхронизировать. Что доступно владельцу хайскрин Алекс? Алекс App Store – каталог приложений, аналогичный Android-маркету для владельцев смартфонов. Есть, например, мобильный клиент для Википедии. Правда, у него, кажется, пока проблемы с отображением русского алфавита. Есть клиенты электронных магазинов iMobilka или Trace. Утилита FB Reader – пакеты программных клиентов для чтения популярных российских СМИ. Общие впечатления о работе хайскрин Алекс. Это гаджет, выходящий за рамки наших привычных представлений об электронных ридерах. Для новаторов. Консерваторам и резонерам сразу вряд ли понравится. Удобно выуживать любые тексты из сети, читать их на большом ЕНК-экране, а на маленьком – просматривать контекстные гиперссылки, фото или видеоролики. Неудобно. Все-таки читалка иногда притормаживает. Хотя в среднем работает не медленнее обычных ридеров. И если ты будешь активно использовать оба экрана, на одной зарядке она проработает не более 6 часов.